Томики, издания и журналы уютно разместились на книжной выставке. Я разбивал стихи, как сад. Тихо горит свеча, с экрана на зрителей смотрят портрет поэта, писателя и переводчика Бориса Пастернака. В центральной библиотеке возобновились литературно-музыкальные вечера. После долгого, почти годичного перерыва, вот в таком стационарном режиме, мы проводим уже второй литературно-музыкальный вечер. И так случилось, что день, когда мы решили этот вечер посвятить Борису Леонидовичу Пастернаку, пришелся на 10 февраля. Мы не думали об этом. И когда мы его определили, эту дату, вдруг мы поняли, что 10 февраля – это 131 год рождения Бориса Леонидовича Пастернака. По собственному признанию, он больше всего на свете любил музыку. Поэт чувствовал ее и наполнял ею каждую строку. Недаром многие композиторы написали свои произведения именно на стихи Бориса Пастернака. В Пущинской центральной библиотеке пел Александр Сагайдачный. Творчество Бориса Пастернака очень многогранно. Здесь и история, философия, лирика, очень много стихотворений написаны в состоянии страсти, в состоянии такой божественной любви. Александр Сагайдачный – певец, исполнитель, композитор, лауреат международного конкурса «Муза мира». И тут кончается искусство, и тут кончается искусство, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба. Философия, трепет, нежность и страсть. В Центральной библиотеке Александр Сагайдачный представил программу на стихи Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест». Екатерина Русского, Андрей Михайлович, Тимофей Акимов. ТВ «Спущено». Продолжение следует...